Мой дедушка Серин Федор Иванович ушел на войну в 1941 году. Воевать начал на Западном фронте, затем служил на Первом Прибалтийском и Третьем Балтийском фронтах. Освобождал Восточную Пруссию. Войну прошел в звании сержант-минер-разведчик. Получил медаль за взятие Кёнингсберга, медаль за отвагу, за победу над Германией. Но война в 1945 для него не закончилась. Его направили воевать с Японией. Домой вернулся в декабре 1946 года. За победу над Японией он получил еще одну медаль. Интересно то, что сохранился его дневник с кратким описанием того, как он ходил в разведку. В нем написано. Помню, пошли как-то в разведку. Взяли языка. Долго тащили на себе, но выполнили задачу. Были в разведке, нас стали обстреливать. Прыгнули в болото. Как лягушки сидели. Не дышали. Кажется, что легко и с юмором он описывает эти страшные моменты войны. Но стоит только представить, через что моему деду, да и всем солдатам пришлось пройти. Становится жутко. Как они это выдержали? А потом вернуться домой и попытаться жить заново. Мой дедушка Федор вернулся домой. Работал в родном селе продавцом магазина. За годы жизни воспитал пятерых детей. Но прожил после войны он недолго. Сказались последствия ранений и в 1954 году он умер. И несмотря на то, что я никогда не видела своего деда Федора, я им горжусь и рассказываю о его подвигах своим детям. Продолжение следует...